В эфире телеканал ЛАБА информационная программа. В студии Лилица Океан. Здравствуйте! Сегодня выпуски. 9 сентября единый день голосования. В преддверии муниципальных выборов лабинская молодежь встретилась на интеллектуальной игре. Состоялась 47-я сессия Совета района. Депутаты рассмотрели больше 10 вопросов. Один из них о ликвидации второй смены в школах. В преддверии муниципальных выборов территориальная избирательная комиссия Лабинска, Молодежный общественный совет и Управление по делам молодежи организовали интеллектуальную игру под девизом «Мечтать, стремиться, выбирать». В игре участвовали три команды – студенты из среднеспециальных учебных заведений города. Задача – показать свои знания в избирательном праве. Победителем стала команда медицинского колледжа. Мы очень сильно старались, готовились. Мы неоднократно собирались, делились информацией, которую находили в интернетах, сами составляли различные викторины, читали права, читали уголовные кодексы, изучали много нового, возможно, даже узнавали то, чего мы не знали раньше. И с каждым разом, с каждой игрой мы становились все более лучше. Сегодня в присутствии полиции в террисбиркоме выдали бюллетени представителям участковых избирательных комиссий для проведения голосования 9 сентября. Участки полностью готовы к выборам. В период 29 августа по завтрашний день, 8 сентября, до 16 часов, у нас завтра заканчивается досрочное голосование. Всего в период 29 по 8 число проголосовало досрочно два человека, два избирателя. Это на 29.32 останется Владимировская по выборам главы поселения. Что я хочу сказать. Досрочное голосование было организовано. В период этой работы были проведены именно работа с населением. Разноска была осуществлена нашими членами участковых комиссий, которые работали с населением, рассказывали, объясняли, что у нас есть в соответствии с законом установлено досрочное голосование, которое каждый избиратель по уважительным причинам мог проголосовать досрочно. Но таких у нас избирателей оказалось два. Членами участковой избирательной комиссии проведена огромная работа по подготовке. Это и информирование населения, это и обустройство оснащения избирательных участков, это подготовлена вся документация, работа со списками, работа по сортировке бюллетеней, которые мы сегодня раздаем бюллетени на участке, которые будут именно сегодня доставлены с помощью полицейских наших сотрудников на улике, которые заступают с сегодняшнего дня круглосуточное дежурство. И 9 числа уже они прибудут к нам с протоколами об итогах голосования. Лилий Цаакян, Георгий Сопов, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Ликвидация второй смены в образовательных учреждениях возможно, если построить модули или новую школу. Только на подготовку документов требуется 2,5 миллиона рублей. Начальник управления образования обратился к депутатам с просьбой заложить необходимую сумму в бюджет 2019 года. Это позволит войти в программу по строительству школы. Об этом и других вопросах 47-й сессии в материале Людмилы Никоновой. В наступившем учебном году за парты сели 10 882 ученика. Из них во вторую смену будут заниматься больше полутора тысяч детей, а это почти 15% от общего количества в Лабинском районе. Вторая смена остается в городских школах. Наибольшая нагрузка в 4, 7, в 3, в повестку 47-й сессии района включен вопрос о создании новых мест в образовательных учреждениях. Современный федеральный государственообразовательный стандарт требует от школ, чтобы они занимались в одну смену в первую, чтобы во второй смене дети могли заниматься дополнительным образованием и внеурочной деятельностью. Вторая смена в сельских школах ликвидирована благодаря введению в строй после капитального ремонта старого корпуса в 28-й Вознесенской в школе. В городе даже после оптимизации усадить всех школьников в первую смену не удалось. В семи школах детям приходится заниматься после обеда. Необходимо делать пристройки или вовсе строить еще одну школу на полторы тысячи мест. Для этого у нас один земельный участок есть, это в поселке, в микрорайоне Виноград. Что касается модулей на 400 мест, то территориально на тех участках, которые закреплены за школой, его можно размещать в третьей школе, например, и в первой. То есть по территории это возможно. Для того, чтобы войти в краевую программу, в федеральную программу по строительству школ, нам необходима проектно-сметная документация. У нас ее нет. Планируем мы все-таки обратиться к вам и сейчас обращаемся, что при рассмотрении бюджета 2019 года все-таки рассмотреть этот вопрос. Для того, чтобы нам купить проект и провести строительную экспертизу, нам необходимо 2,5 миллиона рублей на эти цели. Совет решил рассмотреть возможность выделения необходимой суммы на проектно-сметную документацию для пристройки к третьей городской школе. Депутатов проинформировали о выполнении дикативного плана социально-экономического развития района в первом полугодии. Состояние экономики и социальной сферы демонстрируют сохранившуюся положительную динамику в большинстве показателей. Объем привлеченных инвестиций только в первом полугодии составил более 400 миллионов рублей. Большинство, конечно, показателей у нас идет с нормальным темпом выполнения. У нас низкие плановые показатели в натуральном выражении по нерудным строительным материалам, по хлебобулочным изделиям. Вернусь к нерудным строительным материалам. Это у нас снижение спроса и окончание у нас сроков договоров поставки нерудных материалов для строительства нашего Кирченского моста. Что касается хлебобулочных изделий, мы здесь тоже разговаривали с нашими предприятиями. Это высокая конкуренция на рынке сбыта. Депутаты приняли к сведению информацию об обеспечении занятости населения, снижение неформальной занятости, полноты уплаты налогов. Рассмотрели и другие вопросы повестки, некоторые были приняты с учетом замечаний прокуратуры.